Трофеи Рыбалка 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 Мы проводим турнир, который называется «Трофеи вятки». И он растет, ширится, география участников увеличивается, приезжают из различных регионов. Он сейчас отрадан, что он становится уже семейным. И поэтому мне, по крайней мере, очень приятно, что наша передача будет называться «Трофеи». Именно таким образом. Мы уже сейчас можем с стопроцентной точностью сказать, что в следующем 2019 году турнир снова состоится. Обязательно, конечно. Работа уже началась по подготовке следующего турнира. И она будет, я думаю, что турнир станет еще интересней. Мы придумали, не буду сейчас раскрывать всех секретов, но мы придумали некоторые особенности, которые позволят не только профессиональным рыболовам, спортсменам, которые приезжают туда помериться силами, но и всем желающим. То есть если в этом году у нас и в том были детские конкурсы, то сейчас мы еще придумали конкурсы для, скажем так, болельщиков, которые туда приезжают, для того, чтобы больше людей заразить рыбалкой. Вот на самом деле придумали, сделали, и в следующем году они будут обязательно реализованы. Отлично. Ну вот на этом рыболовном турнире сотрудники нашей редакции, мои коллеги были, к сожалению, я не присутствовал. Но вот тогда мы, собственно, можно и сказать, зарядились этой энергией рыбацкой, воодушевились и очень захотели, чтобы в нашем эфире стартовала данная передача. Тут подключился к работе наш коммерческий, как мы его называем, отдел. Большая благодарность Даши Тангел, которая начала шерстить, шерстить и искать партнеров. Ну, безусловно, находка для нас компания МТС. Еще раз большое спасибо, Максим. Ну и генеральный партнер нашей программы, компания «Движение нефтепродукт». И, между прочим, могу сразу сейчас соответственно заявить, что мы регулярно будем радовать подарками, всевозможными призами наших слушателей. МТС будет с нами участвовать, «Движение нефтепродукт», безусловно, бензин. Какая рыбалка без бензина, тут несколько минут назад сказал Василий. Да, да, да. Без бензина никуда. Всевозможные насадки, приманки какие-то, хитрости рыбацкие. В общем, это все огромной популярностью пользуется. И еще надо сказать, что все передачи мы снимаем на видео, и затем это все будем выкладывать и в соцсетях, и на сайте нашей радиостанции, и так далее. Ну, собственно, дальше продолжу историю. Итак, мы загорелись идеей запустить программу о рыбалке в нашем эфире. Дело всталось за названием. Да? Трофеи и посыл уже есть. Так. И мы решили использовать такой надежный, верный прием. А что это мы сами будем размышлять над названием? А давайте мы, собственно, закинем это все в те же соцсети. Удочку. Да, и пусть... Будем ждать поклевки. И пусть наши слушатели, поклонники рыбалки, наши слушатели поразмышляют над тем, как она может называться. И вот голосование в нашей группе ВКонтакте. Я как раз посмотрел, сколько было вариантов прислано. Десятки людей нам написали. Десятки вариантов предложили. Вот если говорить об Андрее Култышеве, нашем победителе, то он сразу несколько вариантов предложил. Я выписал их для себя. Ну, ни хвоста, ни чешуи, да, Андрей? Предлагали. Да, было такое. Да. Рыбалка «Крик души» тоже было? Было. Было. Что еще было? Подсказывайте. Так. Во, вижу. А, «Крик души о рыбалке», «Славная рыбалка на вятке», «Мечта рыбака». Ну и, собственно, трофеи Кирова. То слово, которое стало победителем. Да. Да. Огромное количество вариантов. И вот как раз на итоговое голосование, опять же, в группе ВКонтакте попали варианты «Байки о рыбалке», «Большая рыбалка», «Эхолод», «Эхоловы». Кстати, название «Эхоловы» у меня личная симпатия как-то к ним бы была, но вот она не победила. И трофеи. В итоге проголосовало в нашей группе ВКонтакте более полутысячи человек. Это, в общем-то, немало. И вариант трофеи он победил с большим, в общем-то, отрывом. Более 50% голосов набрал. Так что, ну что, мы приступаем к награждению, видимо. Максим. Очень приятная часть. Можно вступительное слово, можно о своем отношении к рыбацкому занятию. Я вот сейчас услышал правильное слово. Я болельщик. Болельщик. Да, еще я понял, что у нас в компании МТС очень много с рыбаками общего. У нас тоже есть сеть. Есть понятие «ловит-не ловит». Ну и, в общем-то, продолжать можно бесконечно. Поэтому, мне кажется, мы все немножко рыбаки. А сейчас хочется поздравить Андрея с его лучшим предложением, которое оценили радиослушатели. И вручить ему такой, надеюсь, очень полезный предмет для рыбаков. Это «Эхолот». «Эхолот». Ну, давайте поаплодируем. «Эхолот», тем более еще и практика. Не часто такое бывает. Настоящий розыгрыш, настоящий победитель, предложивший название для нашей программы «Рыбалки». Ну что, Андрей, с ответным словом выступайте. Расскажите о том, как давно вы увлекаетесь рыбалкой. Ну, судя по вашей страничке ВКонтакте, вы такой рыбак-то с большой буквы «рыбак». И трофеи у вас там очень даже приличные. Да, я занимаюсь рыбалкой уже давно, с самого детства. Это спасибо папе огромное. Папе за то, что научил. Да, да, да. То, что научил, то, что начал я заниматься этим. И, соответственно, рыбалка для меня – это на первом месте хобби мое. То есть рыбалка, без рыбалки я никуда. Вот, соответственно, я очень рад данному подарку. Соответственно, что выиграл я, предоставив свой вариант ответа. Вот. И хочу сказать огромное спасибо тем, кто голосовал за мой вариант. Те, которые лайкали, собственно. Те, которые лайкали, да. В итоге в итоге вам вопроса именно голосовали. Вот сейчас в эту ненастную осеннюю пору тоже выбираетесь на рыбалку? Да, конечно. Я к тому, что уже в ближайшее время будете использовать по практическому назначению эхолот. Ну, да. Этот эхолот предназначен более для зимней рыбалки. Вот. Конечно, у нас уже наступает скоро зима. То есть, соответственно, он у меня в бой пойдет самый первый. Вот. Да, занимаюсь осенью. Это, конечно, это трофейная рыбалка сама. То есть, это любой рыбак, зная, который рыбалкой заниматься хотя бы немного. Вот. Он знает, что осень, да, это трофей. Это солидная рыба. То есть, я вот нынче буквально с начала лета начал плотно заниматься так, как осваивать джик для себя. То есть, это такое... Ну, вот, собственно, все вот эти вот резиновые штучки. Подробно будем о них говорить. Да, да, да. И начал много видео смотрю, изучаю, как рыбачить, где рыбачить. Вот. То есть, это очень интересно занятие, увлекательно. То есть, джик это мне очень нравится, мне очень понравилось по душе. Вот. Друзья очень много у меня, кто занимается данным видом ловли. Вот. Ну, и как бы я для себя решил, что джик это все-таки все равно, на джик это трофея легче поймать. Ну, я не сказать, чтобы легче, а то есть, джик это просто для меня... Больше шансов. Да. Легче рыбу обмануть. Это крупнее рыба. Нет, больше шансов. Больше шансов. Потому что джиговая ловля, она связана, как правило, с какими-то глубокими ямами. Больше шансов по сравнению с чем? С традиционной ловлей на спиннинг в том числе, да? Ну, с блеснами, воблерами и всем оставшимся больше шансов поймать именно... джиговую приманку, именно трофеи, тем более осенью. Ну, я думаю, джиговая ловля станет одной из основных, конечно, в наших передачах. Будем обсуждать и демонстрировать всевозможные приманки, в том числе техники ловли. Максим, я обращаюсь к Максиму Исаеву, руководителю филиала компании ТЭС в нашем регионе. Ну, вы сравнили, молодцы, рыбалку и сотовую связь. А сами-то вы как душой лежите к рыбной ловле? Я вот уже сейчас начал учиться у коллег, вот тут присутствующих джиг с щукой на 4 килограмма, мотаю на узле. Да, да, да. У меня был один, наверное, самый положительный опыт рыбалки в Астрахани, когда перла вобру, шла вобру, как правильно сказать, да. Вот, она шла так, что у меня было 2 или 3 крючка на удилище, клевало на все сразу. Мы реально устали менять наживку. Я сейчас могу, наверное, наврать, но мы где-то полторы тысячи рыбешек калибровых вот таких взяли. У меня вся машина, когда я ехал с Астрахани назад, была заполнена огромными бочками с посолом. То есть то, что еще не досушилось, мы везли и сушили в дороге. Для меня это было просто мега приключение. Вот вобла для меня знакомый зверь. Вот щука на 4 килограмма, я понял, что где-то впереди, наверное, я точно там окажусь. Может быть, сначала как любитель, потом как профи, нужно учиться. Ну что, у нас профессионалы в студии, если у вас будет свободное время и желание, обращайтесь. Ну конечно, мы все покажем, расскажем и научим. Обязательно научат, да, действительно. Еще вот кажется, что ребята говорят о том, что есть, наверное, ловля массовая, что мы делали в Астрахани, да, а есть ловля как охота, это конкретно выудить кого-то, найти, добыть. Именно трофейную рыбу, то это действительно охота. За ним нужно охотиться. И готовиться нужно, да. Готовиться, подготовить снасти. И самое главное, вот без охолота трофеи никогда не поймать. Никогда. Ну, практически. Никакого шанса. Один из миллионов. Практически нет. Потому что в охолот, вот сегодняшняя именно электроника, техника, она вся призвана для того, чтобы рыболову облегчить жизнь. И вот охотиться, если охотник, он идет по лесу, да, он там смотрит в оптический прицел, там куда-то, он видит свою добычу. К сожалению, заглянуть под воду, кроме как через охолот, мы не можем никакими способами. И вот охолот, он нам дает вот этот шанс рассмотреть вот эту стоящую рыбку за коряжкой, да, там увидеть, как она там стоит. То есть понять, на какой глубине, понять, как нам поставить лодку, в какую сторону сделать заброс. То есть это все... На какую глубину, сколько отмотать и так далее и тому подобное. Поймать можно наобум, но это же шанс один из тысячи, что попадет в трофейная рыба. Скоро мы сделаем небольшой перерыв. Давайте еще раз Андрея поздравим с победой. Андрей, поздравляем. Спасибо огромное. Держали достойное первенство. Эхолот ваш от компании МТС. Надеемся на еще подарки, безусловно, от нашего сотового оператора. Теперь мы делаем небольшой перерыв и продолжим разговор уже конкретно о той рыбалке, которой можно заняться прямо сейчас, вот в эти октябрьские дни. Это программа рыбалки, трофеи, рыбалка. Меня зовут Владимир Сметанин. И мы продолжаем наше общение. Василий Мамонов, профессиональный рыбак, эксперт компании «Арсенал». У Василия сейчас на столе разложены всевозможные приманки. Это, видимо, неспроста. Мы будем как раз-таки говорить о добыче настоящих трофеев в холодную осеннюю пору. Вы знаете, я хочу сразу отвлечься, затронуть тему моего любимого фидера. Сейчас поклонникам этой снасти вообще нечего ушивать, хочу спросить. Нет, почему? На фидер ловят, на самом деле. Но сейчас ситуация-то в том, что белая рыба собирается в огромные стаи и встает уже в такие глубокие-глубокие закоряженные ямы. Малоподвижная, да, она уже сейчас. И ловить фидером, во-первых, не очень удобно, Тарас. А во-вторых, она сейчас уже и питается-то меньше. То есть все, она там подготовилась. В полусонное состояние уже впадает. То есть осень, это всегда было, есть и будет. Это время трофейной ловли именно хищника. Потому что хищник, как раз вот эти стаи, огромные белые рыбы, да, кормовой для него, он их пасет. Находишь стаю белой рыбы, 100% вокруг. 100% зубастая тварь где-то спритопритарилась. Да, вокруг будут пастухи. Поэтому осень, она такая интересная трофейная рыбалка. Да, я вот здесь неспроста там разложил вот все вот эти вкусности. Для рыбы. Да, радиослушатели, к сожалению, сейчас этого не видят, но смогут посмотреть. Посмотреть, безусловно. В ВКонтакте у нас будет там видео, все это будет видно, показано. Хочу рассказать о чем. Буквально у меня еще свежи воспоминания и трясутся руки. Мы вот только-только вернулись как раз с трофейной ловли, с трофейной рыбалки. Мы ездили на север, не нашей области, но вот на замечательную... Соседей. Да, к соседям мы ездили. В Коми, да, на замечательную реку Печору, именно за щукой. Почему именно туда? Пригласили, либо вы раньше там уже были. Мы раньше там не были. Знали, что именно там точно добудете что-то стоящее. Мы знали, что там точно добудем, потому что северные реки, там нету у щуки пищевых конкурентов. И она вырастает огромных размеров. Там нету судака, там нету сама, там нету, не знаю, там, бершей каких-то, еще что-то. Ну, то есть та хищная рыба, которая может конкурировать с ней в пищевой цепочке. Еды для щуки много, и никто, собственно, и не мешает это все пожирать. Это во-первых. А во-вторых, местные жители, ну, практически не ловят щуку. Для них она считается сорной рыбой. То есть они там ловят семгу, сига, ну, такие ценные породы рыб. И щука себя чувствует вольготно. Ах, ничего себе, сорная рыба. Да, и мы на самом деле вот это прочувствовали, когда мы туда приехали, и буквально там в первый день на первой же там постановке лодки на каждом забросе начались поклевки. И мы думали, ну, ничего себе, клюет там такая рыба 2 килограмма, полтора, там, где-то 3 проскакивает. Для нашего региона это обалденный улов на самом деле. Мы понимали, что это не та рыба, за которой мы приехали. Вам хотелось больше? Мы сбили оскомину такую, да, там, половили, поотпускали, пофотографировали, все. А потом поехали искать трофей. Давайте про дорогу немножко скажем, чтобы кто-то, возможно, воспользовался этим маршрутом. Да. Из Кирова куда? Из Кирова мы едем. По федеральной трассе в Сыктывкар? Из Кирова по федеральной трассе мы едем в Сыктывкар, оттуда мы едем на Ухту, проезжаем Ухту. Ухта, ну, что, я ездил однажды 700 с чем-то километров до Ухты. Вот, мы едем до Ухты, оттуда мы едем до поселка Ижма, и там мы переправляемся на пароме через Печору. И вот там начинаются приключения, потому что оставшиеся 200 километров дороги – это грунтовка. Боже мой. По сухой погоде она хороша, но как только пройдут дождики, там начинается настоящий экстрим. Вот обратно мы возвращались, там так ого-го. Но ничто не может остановить настоящего рыболова на пути к цели, к трофею своему. Тем не менее, мы доехали, места, конечно, очень-очень дикие. Кто туда соберется, можно, если это лето. Да, там летом на самом деле тоже хорошая рыбалка. Летом можно жить в палатках. Сейчас, конечно, нужно договариваться, там, искать каких-то знакомых где-то в интернете, возможно. Отапливаем какие-то, да, помещения? Да, обязательно. То есть там есть такие прям избушки в лесу, да, там домики. Туда пускают абсолютно бесплатно пожить. Вот, единственное, что там за собой нужно прибраться, наколоть дров, там, принести воды. Ну, то есть то, что ты использовал, вернуть назад. Вот. И там более или менее комфортно. Общее расстояние там получается, вот, до пункта, где мы находились, 1200 километров. На солидное такое расстояние, да. Вот, 1200 километров, но туда обязательно стоит съездить. Оно того стоило, вы гарантируете? Просто, просто это незабываемая неделя, это именно трофейная неделя. Мы поймали щек там на 11 килограмм, на 8 килограмм. Была куча каких-то 5-6. Было море поклевок таких, что ты рыбу отодна поднять не можешь, и ты понимаешь, что там супер трофей. Но вот, как правило, такая рыба, это там, ну, за 10 килограмм, там, далеко, это уже такая, ну, скажем, не знаю, большая-большая удача, если ты сможешь ее поймать. Она, во-первых, очень сильная, во-вторых, она очень хитрая, и вот на этой акватории она находит там единственную корягу, она за нее заводит и обрывает. Но это достойный соперник. Она же дома, она же в своих просторах. Да, это достойный соперник, ему нужно отдать должное, и это, на самом деле, очень здорово. Ловили мы в этой поездке в основном на силиконовые приманки, достаточно больших вот таких вот размеров, то есть это там 16 сантиметров, да, там 14 сантиметров. В видеоверсию все это попадет подробно все можете посмотреть. Вот такой вот силикон, причем вот эту приманку именно вот этой расцветки, которую я держу в руках, это был просто хит сезона, да, вот нашей вот этой поездки. То есть наиболее активно именно на нее, да? На нее была поймана, вся трофейная рыба была поймана именно на нее. Связали мы это с тем, что в это время там поднимается по печоре из моря такая рыбка, которая называется зельть. Она очень похожа внешне, да, на эту силиконовую приманку? Один на нее похожий, поэтому кормовой объект для щуки, он прям... Случайно с собой взяли или все-таки кто-то подсказал, что знали, что именно такая штука может сработать хорошо? Мы готовясь к такой экспедиции, а к ней однозначно нужно готовиться, мы штудировали интернет, мы читали отчеты рыболовов, которые там были, то есть мы посмотрели, на что они ловят, какие приманки они используют. Мы поняли, что там нужны нам достаточно большие, мощные крючки и джиг-головки. Да, большая джиг-головка, да. То есть крупные приманки, чтобы поймать действительно трофейную хорошую рыбу, поэтому мы были к этому готовы. Мы там взяли, мы взяли 30-сантиметровые там поводки, и когда достаешь щуку, а у нее изо рта там торчит вот так, то есть она вот заглатывает там... Подавляющую большинство все-таки она заглотила уже туда. 25 сантиметров, да. Голодная, да. Она клюет там очень-очень здорово. Есть своя специфика и особенности ловли, то есть Печора — это река с очень-очень быстрым течением. Она схожа с нашей вяткой, достаточно много коряг, но вся рыба в данный момент, вот в коряжниках ее практически не было. То есть если сейчас к нам приехать на вятку, ну, однозначно я бы начал рыбалку с коряг. То есть я залез бы в коряжник, сто процентов бы там что-то поймал, потому что... Оборвал бы там сколько-то там, как без этого. Не без этого, там, да, не нужно отдать реке. Потому что у нас есть судак, и мы в основном нацелены на него, да, и поэтому лезем в коряги. А там рыба хищная, щука, она как раз идет вот за этой зельдью, а зельдь вся встает на песках. На мелководье. Глубина там 2, 3, 4, максимум 5 метров, песчаные такие косы, барханы, вот там отстаивается вот эта зельдь огромными стаями. Ну и, соответственно, щука, где же ей еще быть-то? Она вот находится там, она ее там кушает. Поэтому те, кто соберется туда, именно осенью, мой совет, который я хочу однозначно дать, это нужно искать по пескам кормовую рыбу. Как только ее находишь, можно там ловить день, два, три, пять, сколько угодно. Вы искали это с помощью прибора все-таки, да? Конечно, обязательно. Визуально ты это не обнаружишь никак. Визуально это не увидеть никак, поэтому эхолотон в помощь. У нас там в катере их установлено несколько штук, каждый отвечает за свой цикл. Там один отписывает карту глубин, да, второй там показывает боковое сканирование, третий показывает донное сканирование. Без них, к сожалению, рыбалка, она даже на такой рыбной реке, она будет, ну, сравнил лотереей. Да, половить там какую-то некрупную по меркам севера там рыбу однозначно получится. Она там клюет практически везде. А поймать именно трофей только эхолот. Заброс-то куда осуществляется? Вот эхолоты показали, что здесь стая. Здесь на самом деле есть тоже один нюанс, особенность. И причем оно работает всегда и везде. Вот сейчас подробнее расскажу. Два варианта существует. То есть если мы ловим, к примеру, щуку и ловим ее под стаей белой рыбы кормовой, будь то там зельд на севере, будь то у нас там лещ, подлещик или еще кто-то у нас, щука, как правило, будет стоять по краю стаи, ну, потому что там, как правило, самые мелкие и такие уже ослабшие особи, которых ей проще скушать, да, и проще на них охотиться. То есть она будет здесь стоять, соответственно, увидев в эхолот большое скопление белой кормовой рыбы, не нужно пытаться встать там в середину стаи и кидать еще что-то. Нужно отойти, найти краешек этой стаи, встать, 100% будет ловиться рыба. Лучше всего клюет либо внизу стаи, вот где она заканчивается, либо в начале, где она начинается. А если рассматривать ловлю судака, а вот сейчас осень, да, и это трофейный, опять же, судак, он приходит за стаями леща. Но здесь есть особенность. Судак физиологически скушать леща не сможет. Ну, надо понимать, лещ тоже не дурак. Ну, лещ достаточно широкотелый. Да, достаточно широкотелая рыба, ну, даже там под лещик, там, на полкило на судаку в рот он не лезет. Широкий, конечно. Вот, тогда встает вопрос, а что ж он делает под этими стаями леща, зачем он туда приходит? Так вот, судака, если мы нашли стаю леща, нужно обязательно вставать ниже стаи метров так за 50. И вот там будет судак. А связано всё с тем, что лещ — это пылесос. То есть он же кормится. Он пропускает через себя, через жабру. Он поднимает вот эту муть со дна и течением её сносит за стаю. А на эту муть приходит малёк, мелкая рыбка, которую и жрёт судак. Ну, вот у меня как раз была версия, что поблизости от леща кто-то действительно помельче есть уже съедобный для судака. Да-да-да, и за ним приходит уже судак. А вот щука, она леща вполне спокойно кушает, и поэтому по щуке нужно однозначно вставать уже ближе к стае, вот в границах её, там будет хороший трофей. Поэтому мой совет, ещё раз повторюсь, осень, трофей, белая кормовая рыба, которую нам нужно найти. Всё, находим рыбу белую, 100% мы там поймаем хищника. Давайте поэтапно ещё пройдёмся. Вот вы приехали на Печору, загрузились в катер, да, собственно, выехали и начали исследовать с помощью эхолотов местность. Мы просто выехали на воду, включили эхолоты, выбрали себе направление, да, то есть мы решили, что мы пойдём всё-таки вниз по течению, да, выбрали для себя там определённый участок. То есть у нас была задача каждый день исследовать порядка там 10 километров реки, потому что больше, ну, можно очень многое пропустить. Просто если вот пройдёшь, ну, практически ничего не найдёшь. И не заметишь, да. Соответственно, на 10-километровом участке, как правило, мы находили там 2-3 перспективные постановки, на которых у нас были поклёвки. Затем из этих 2-3 постановок у нас оставлялась одна, именно трофейная. А вот таким образом мы рыбачили 6 дней, 3 дня мы занимались поисками. То есть первый день... Ну, слушайте, терпение надо. Конечно. А на рыбалке без терпения это никак. То есть в первый день мы нашли одну стабильную постановку, с которой мы поймали там буквально двух крупных рыб. Мы её оставили, поняли, что да, всё, она здесь есть, мы вернёмся завтра сюда. У нас была задача найти следующие постановки. И мы прошли, мы нашли ещё две такие второстепенные, на которых были какие-то поклёвки. Осенний день, он, к сожалению, короток, да, и там рыбачить-то буквально... А во сколько начинали, кстати, вы? Мы на воду выходили в 6 утра и заканчивали мы полпятого. Ну, то есть 10 часов. 10 часов ловли. За 10 часов вот такого активного исследования реки находишь стабильных, хороших точек всего 2-3. Это на самом деле много. То есть многие скажут, а что там, вставай да лови. Нет, ничего подобного, если есть нацеленность именно на трофейную рыбу. Во-первых, на каждой постановке мы использовали различные техники ловли. Мы использовали различные приманки. Так, давайте про техники поподробнее. То есть, к примеру, настрой... Ну, классическую джиговую ловлю. Настрой в лодке. Вот мы ловим втроём. Например, я кидаю джиг. Да? Вот крупную резину. Там, например, напарник у меня кидает вот такой вот ратлин. Да? Причём вот этот ратлин, кстати, тоже у нас в поездке отработал неплохо. Третий кидает тяжёлую колеблющуюся блесну. То есть нам надо выявить. Понять, на что лучше будет реагировать рыба. Ратлин достаточно шумная... Это воблер. Да. Это воблер. То есть достаточно шумная приманка, но он тонущий. Соответственно, мы можем проловить все слои воды. А колеблющаяся блесна, ну, классика жанра, но она даёт в воде крупная колебалка. Она даёт очень-очень сильную вибрацию. И тоже такие колебания, да, которые приманивают, притягивают рыбу. Вот. Соответственно, мы закидывали вот это в течение, грубо говоря, 10-15 минут под разными углами, под разными траекториями. Понимали, на что больше у нас, например, поклёвок. Ну, что сработало-то сразу в первую очередь? Джиг. Джиг. Однозначно джиг. То есть сработала резина. Вот это вот имитация той рыбешки. А затем уже начинались эксперименты с размерами, с цветами. Ну, демонстрируйте, демонстрируйте. Всё можно будет посмотреть на видео. Начались там эксперименты с размером приманки, начались эксперименты с цветом приманки, начались эксперименты с весом груза. Сколько граммов? В первый день у нас хорошо клевала, наоборот, на очень-очень сильной паузе, на очень сильном зависании. То есть проводка, пауза длинная. Два-три, буквально там 2-3 оборота, да, и приманка там парила до 10 секунд в воде. Но мы поняли, почему такая проводка нужна была в этот момент щуке, потому что та кормовая рыба, которую она питалась, она находилась в толще воды. Она была поднята от дна. Если там глубина была 5 метров, вот кормовая рыба стояла на трёх. И вот щука как раз, когда приманка зависала, да, и она вот в этом горизонте её атаковала. А методом пробы и ошибок мы, опять же, пришли к тому, что лучше всего клевала на натуральный цвет, лучше всего клевала на фиолетовый. Вот, соответственно, на следующий день мы уже пошли, и следующие 10 километров исследуя, мы уже понимали, какие места нам нужно искать примерно, да, что это должен быть песок, это должна быть коса, глубина до 5 метров. Мы уже примерно понимали, на какие приманки она лучше реагирует. То есть у нас уже была, ну, фора, да, там перед ней. То есть мы уже понимали, что как. Уже как-то себя увереннее чувствовали, да. Да, мы заходили на похожее место, вставали, там делали буквально 4-5 забросов, понимали, что да, есть поклёвки, есть контакты с рыбой, мы уходили дальше. Таким образом, за три дня мы нашли порядка пяти стабильных точек, на которых клевала именно трофейная рыба, и вот затем уже началась рыбалка. Сейчас мы сделаем небольшую паузу, после которой продолжим нашу программу. Я напоминаю, что сегодня первый выпуск программы «Трофей рыбалка». Мы беседуем с Василием Мамоновым, профессиональным рыбаком, экспертом компании «Арсенал». Продолжаем нашу беседу. Василий Мамонов, профессиональный рыбак, эксперт компании «Арсенал». Ну, похват, естественно, теми уловами, которые всё-таки удалось на Печоре добыть. На Печоре, да, Печора нас наградила хорошими трофейными рыбами, классными эмоциями. Фотографии, кстати, есть, мы тоже их выложим в группу, да, фотоотчет. Фотографии есть, всё покажем. Были рыбы 11 килограмм, 8 килограмм. Было огромное количество средней рыбы по их размерам. Это, то есть, 5-6. То есть, для нашего региона это такой о-го-го уже трофей. А там они так к ней, ну, относятся, ну да, там 5 килограмм. Ну, что, ну, средненькое. В разговорах с местными рыболовами мы поняли, что есть щука и больше 15 килограмм. Мы посмотрели вот в избушке, в которой мы жили, да, вот в этом домике, а по-другому назвать я его не могу, то есть, реально там в лесу такая избушка. Там лежали головы щук, ну, сушёные. Ну, остались после приготовления, да? Да, вот сушёные головы щук я таких не видел. То есть, это монстры. Если я самую большую щуку в своей жизни, вот мой рекорд, к сожалению, вот там мне не удалось его побить, я ловил 11 800, то там, я не знаю, такие далеко за 15. Позавидовали так по-хорошему, удивились. Позавидовали по-хорошему, но это, скажем так, дало определенный заряд энергии на следующий год. Мы обязательно планируем туда вернуться уже с большим пониманием, что делать, как искать и что к чему. Этот сезон на Печоре, он до какого момента продолжается? Всё, он закончился. А, всё закончилось уже. То есть, у них там сейчас уже вода... А, ну, надо понимать, что это всё-таки севернее, намного севернее, чем наш регион. Севернее, вода идёт на прибыль, вода уже достаточно холодная становится. У них к этому моменту уже проходит как раз кормовая рыба, то есть она уходит в какие-то более мелкие речки, ещё что-то. Ну и, соответственно, жизнь потихоньку в реке начинает замирать. Зимой щуку там ловят, но я думаю, что зимняя экспедиция у нас туда не состоится. По одной простой причине, там нужно искать какое-то такое уже очень-очень хорошее жильё, потому что нужно понимать, что север... Вот у тебя в нём может быть минус 15, а ночью может шарахнуть минус 40, и там как вот в маленькой вот этом домике, в избушке, там даже печкой не отопиться будет. Ну, к сожалению, ищем варианты, что там можно сделать, как это реализовать, но вот пока не видим. Поэтому только летние. Да, про резину подробно поговорили. А, собственно, вот классическая колебалка, вот этот воблер, они насколько активно сработали? Да, Ратлин работал очень-очень хорошо, но, к сожалению, он собирал именно мелкую рыбу. Например? Вот за счёт вибраций там своих каких-то, ну, это такая рыба... То есть некрупная щучка тоже? Полтора, два, до трёх килограмм на него клевало лучше, чем, например, на резину. Это во-первых. Во-вторых, такие приманки, они ещё хороши тем, что, ну, у резины хвост откусило, и всё. И приманку там меняй, выкидывай. А здесь она вот прям долбасила, долбасила. Вот этот вот я взял новый. К сожалению, не принёс свой рабочий из коробки. У меня точно такой же... Он там видно прямо? Там краски на нём нет. Покоцан. Он белый, он просто белый. То есть если вот этот, он у нас такой там какой-то зелёненький, да, там с коричневой спинкой, тот просто белый там съел и всё. Колебалка работала хорошо, но там особенность такая, что достаточно сильное течение. А рыба всё-таки стояла в придонном слое. И чтобы отпустить крупную колебалку в придонный слой, очень-очень долго приходилось там ждать. Буквально там пауза, не знаю, там полминуты успеваешь чайку попить, пока она там упадёт. И затем на проводке её всё равно выносило оттуда, и поклёвок на неё было значительно меньше. По колебалкам мы пробовали их, заходили в Стариц, в такие заливы. Вот там, конечно, да, колеблющаяся блесна была вне конкуренции. Вот классика жанра, конечно. Кидаешь там, ловишь и всё. Также хочу сказать, что тем, кто соберётся вот за такой трофейной рыбой, да, это однозначно нужно выбирать качественные крючки, джиголовки. Мы в первый день очень сильно обожглись. То есть мы приехали и достали наш арсенал, который мы ловим здесь. А у нас были с собой взяты такие вот... А, пишите, что это. Вот такие вот прям джиголовки были крупные у нас там взяты с собой. А это вы оффсетные держите, да? Да, это оффсетные крючки. Но мы вот ими там практически не пользовались, потому что ловили уже всё-таки по пескам, там коряг было мало. Оффсетные как раз в первую очередь нужны для того, чтобы вот... Ловить в корягах. Да, топить, собственно, в наживку, вот это жало, да, чтобы оно не цеплялось за все, что попало. Чтобы ловить в коряжение. Ну вот я сейчас прям там насажу, да, там у нас кто-то, кто нас будет, посмотрит, кто-то там увидит. Василий, я комментирую, для тех, кто слушает, достал из упаковочки оффсетный крючок и сейчас на резиночку насаживать его. Насадим. У нас получается супер приманка для ловли в коряжнике. Для судака такой монтаж является номером один. Вот, утопили. Всё. Можно кидать куда угодно, с такой приманкой никогда ничего не будет, она практически не зацепляется. Ну и вот, и в первый день у нас были четыре отличнейшие поклёвки, которые мы, к сожалению, не могли реализовать. По одной простой причине у нас просто-напросто разгибало крючки. Разгибало? Вот этот крючок не разгибало, это мы уже взяли его на второй день. То есть мы приехали, у нас были там какие-то снасти в катере уже сложены, мы посчитали, что да вроде бы тут всё так мощно, всё хорошо, нам этого хватит. И вот эти вот припасённые и взятые с собой джиголовки мы оставили в машине. Это была наша ошибка. Первая там поклёвка буквального напарника, подсечка, рыба стоит на месте, он не может её сдвинуть, мы снимаемся с якоря, мы плывём к этой рыбе, рыба плывёт от нас, он говорит, там крокодил, я не знаю, что с ним делать. Спиннинг в дугу, эмоции зашкаливают, давай подсак, сход. Какой подсак, ему же там надо ещё поднять наверх? Сход эмоции, всё, что нужно было и сказано в адрес этой рыбы, выматывание приманки, и мы видим прямой крючок. И здесь я понимаю, что мы... Буквально прямой? Он просто вот прямой. Ну понятно, ничем зацепляться. Да, и я понимаю, что мы совершили огромную ошибку, оставив все наши вот эти вот здоровые крючки, прочные снасти в машине. Ну ладно, давай дальше ловить, буквально там через полчаса у меня точно такая же поклёвка. Я говорю, там, ребята, точно мой трофей, я такую рыбу не ловил, она тянет куда-то в реку. Точно так же снимаемся с мотора, там, пять минут борьбы. Ну, уж за пять минут не сошла, я был уверен, что там всё, да, всё здорово. Капитально зацепилась. Вот, она находит одну единственную маленькую коряжку, она за неё зацепляется, я начинаю тянуть, достаем прямой крючок. Ну, что поделаешь? В этом эксперименты у нас закончились с нашими снастями, мы поехали в машину, взяли нормальные крючки, вернулись на это место. В первый день взяли двух трофейных на 8 и на 11, снасти выдержали, всё, следующий день мы уже там просто не экспериментировали с мелочами. Мы ловили нормально на серьёзные снасти, на хорошие крючки, прям, конечно, незабываемые эмоции. Я так понимаю, давненько не приходилось наблюдать, чтобы именно разгибало крючки рыба. Там щука очень сильная, она совершенно другая, у неё другое поведение, она живёт на очень сильном течении, это вот такая сплошная мышца, когда её достаёшь, ты не знаешь, как её взять в лодке. И был ещё один такой интересный, смешной момент, напарнику было, конечно, не смешно, мы смеялись от души. И щука такая килограмм может быть 7, мы её достали в лодку, аккуратненько положили и смотрим, что у неё приманка находится во рту. Ну, так вот джиголовка только, заглотила только джиголовку, поводок снаружи, в принципе, достать, ну, можно. Вот, Андрей берёт пассатижи. Это коллега по рыбалке. Да, Андрей берёт пассатижи, я держу эту щуку, она вот так вот ворочает глазами, он подносит руку, с пассатижами, у неё надеты перчатки и пассатижи в них. Она видит эти пассатижи, она вырывается и она делает вот не то, чтобы там в сторону куда-то или ещё что-то, она целенаправленно, как собака, хватает его за руку, выгрызает ему кусок перчатки, рука в кровь. Ободрала сразу кожу, всё глубоко. То есть она именно выгрызла кусок перчатки, она бросилась, как собака. После этого мы стали немножко более уважительно относиться к этим трофейным щукам, да, и там перед тем, как достать, там успокоишь, погладишь, не знаю, там тихонечко. Тебе же всё равно конец уже, ну давай. Нет, мы отпускали рыбу. Я шучу, конечно. Вот, на самом деле, я призываю всех это делать. Отпускайте, пожалуйста, особенно трофейную рыбу. Её осталось не так много. Не знаю, она там прожила достойную жизнь, она ещё принесёт огромное количество потомства весной. И я считаю, что такие трофеи, они должны запомниться вот рыбаку именно в душе и на фотографиях, да. Вот сфоткал, всё классно, но ты её отпусти. И когда такую рыбу отпускаешь, это, на самом деле, ну, не меньшее удовольствие, чем её поимка. То есть ты понимаешь, что да, ты вот достойного соперника, ты победил, но ты её отпустил, ты ей дал жизнь, она дальше будет жить, радовать поклёвками, приносить потомство. Поэтому отпускайте рыбу. Ну, а тут, конечно, не могу не спросить, а что в ход-то прошло? Ведь пищу надо ещё готовить эту неделю. Рыбка-то печёрская хоть попробовали? Мы рыбки поели, но мы брали рыбы столько, сколько мы сможем скушать за раз. То есть вот мы взяли там одну щуку, да, вечером её разделали, пожарили, вопросов нет, она очень вкусная. Она отличается по своим вкусовым качествам, она намного лучше и выше, чем наша рыба, потому что у неё там как раз объект питания, она питается ценными рыбками, да, сигом, вот этой зельдью, да, и всё. То есть это очень жирная рыба, и, соответственно, само мясо у северной щуки совершенно другое. Плюс, если это такой достойный хороший экземпляр, там прям супер стейки там из неё жареные, ух, пальчики оближешь. Вы говорили про местных рыбаков, которые тоже там были, у них-то аналогичная технология ловли, тоже джиг. Они не ловят спиннингом, в принципе. А, можем этой темой коснуться тоже. Они не ловят спиннингом, в принципе, то есть там идёт именно промышленный лов сёмги. Вся река разбита на лицензионные участки. То есть там практически нет браконьеров-то, да, то есть там именно лицензионная ловля, всё, они целыми днями там плавают сетями по фарватеру реки и пытаются поймать сёмгу. Но нужно понимать, что вот где мы были, это порядка там 350 километров от моря. И туда сёмга доходит, мы её видели, что вот они её там достают, ловят, но её не так много. То есть в низовьях, ближе к морю, её, конечно же, больше. То есть там кто-то не доходит, кого-то вылавливают, ещё что-то, но тем не менее она попадает. И плюс они ловят вот эту экзотическую рыбку, это рыбка зельдь, то есть это семейство, не знаю, там ряпушки, корюшки. Вот я, честно, даже не знаю там их теологию. Она не промысловая рыбка, промысловая, промысловая. Промысловая, она заходит из моря в реку на нерест именно осенью, вот у неё нерест осенью. Рыбка очень интересная, очень вкусная, и особенность её, она пахнет огурцом, свежим огурцом. Но я скажу, что и вид у неё тоже, в общем-то, судя по этой приманке, да, тёмно-зелёная спина, оранжевый низ такой, да. Мы покушали её, это, конечно, очень-очень здорово, очень вкусно, и вот местные жители занимаются вот этим. То есть они не понимают, зачем мы приехали за такие километры, чтобы там ловить щуку, но для них она уже там крупная щука, она это обыденность. Они ругаются, когда она попадает к ним там в сеть, чтобы она там запуталась у них, сеть там испортила или ещё что-то, они там её называют как-то там зубастая, нафиг она им не нужна, говорят, ну, то есть она портит им рыбалку, поэтому в тех местах, где есть щука, они стараются даже там и сетки-то не ставить. А, соответственно, для спортивного рыболовства это рай. — Да, да. — То есть это прям река мечты. — Да. Я напоминаю, что это программа о рыбалке, трофей рыбалка. Василий Мамонов, профессиональный рыбак, эксперт компании «Арсенал». И что получается? Почти 2500 километров туда-обратно. — Да. — Да, если 1200 в одну сторону. Давайте ещё по дороге подскажем в процессе, нужно ли запасаться бензином, брать с собой канистры, либо с заправками всё хорошо, с кафешками идёт зайти перекусить. — По еде, по кафешкам здесь вообще вопросов нет. Всё здорово. Значит, крайняя заправка у нас, которая будет на пути, находится в посёлке Ус-Цильма. То есть это там река Цильма впадает в Печору, там стоит посёлок, там есть одна-единственная заправка. Всё, соответственно. — Конкурентов нет? — Конкурентов нет. Если есть, скажем так, в планах ловить рыбу с большими переходами на катере, то бензин нужно запасать. Потому что бензин там — это валюта. Потому что на реке его взять негде. И мы с собой брали порядка 200 литров бензина для лодки, для катера. Ну и, соответственно, заправили машину, на которой ехали полный бак в Ус-Цильме. Обратно нам хватило до туда же доехать. То есть там мы заправились, и следующая заправка будет в Выжме. По дороге, если смотреть проезжие на всём, то есть даже на легковушке, единственное, что вот этот участок, там порядка 200 километров по этой такой... — Особенно после дождей, да, вы сказали? — После дождей. — Он проезжий, но придётся ехать там просто со скоростью не больше 40-50 километров в час. Но ехать можно. Для тех, кто соберётся в такую экспедицию, особенности такие. По продуктам, ну, там тоже вопросов нет. В этой же Ус-Цильме есть два хороших магазина больших с нормальным обеспечением. Там всё привозят продукты, можно закупить там какие-то. Ну и рыбу. Рыбку покушать однозначно, там мухи сварить, там ещё что-то. — Да, это само собой. — 10-15 минут у нас сейчас есть в нашей программе. Давайте сосредоточимся сейчас на том, где, собственно, в данный момент, поближе от Кирова можно попасть на хорошую результативную рыбалку. Если продолжать тему, опять же, спиннинга, джига. — Если продолжить тему спиннинга и джига, то особенности ловли на нашей реке, они будут отличаться... — На нашей мы имеем в виду вятку. — Да, мы имеем в виду вятку. Они будут отличаться от того, где мы были. У нас это как раз будут сильно востребованы вот такие вот монтажи на овсетных крючках. Это ловля однозначно в коряжниках. Сейчас на реке очень-очень сильно активизировался судак. И те, кто хочет... — Судак крупный. — Судак крупный. — Есть довольно много. — Те, кто хочет поймать как раз именно трофейного судака, сейчас вот прямо на реке там, не знаю, по 3-4 дня там живут, и есть уже результаты. Я вот буквально вчера там разговаривал с товарищами. После того, как вернулись, я говорю, ну где там, что там на вятке? Вот, пожалуйста, тот же Петропавловск, да, где проходит наш замечательный турнир трофея вятки. Буквально вчера у меня там был товарищ, это тоже участник нашего турнира, который в том году заняли первое место, это Паша Перминов. Вчера он похвастался тем, что у него было два судачка. Один там 4,5, второй 3 там с копейками. Для наших широт это уже, можно сказать, трофей. Такого вот судака там 1,5 килограмма, килограмм, ну вот такой более или менее стандартный, его достаточно много, он уже активен. Соответственно, вятка сейчас перспективна, но нужно понимать, что это уже, если мы там рассматривали август или еще что-то, это была ловля на перекатах под берегом, на глубине там 2-3 метра могла стоять и достаточно крупная трофейная рыба, то сейчас вятка это однозначно глубокие закоряженные ямы, ну глубокие понятия в нашей реке, там это 5-6-7 метров, то есть это уже достаточно хорошая глубина для трофейной рыбалки. Это обязательно наличие кормовой рыбы, как я уже сказал, кормовой базы, потому что вот из разговора там с товарищем, он говорит, ну вся рыба поймана рядом со стаей леща. И будет очень большой удачей, если сейчас на вятке найти чихонь. Чихонь стоит в огромных стаях, если найти чихонь, там будет прям самое независимое. Ну активного клева чихонь прошло уже. Ловить не чихонь будем, мы будем ловить хищника, просто именно за чихонью приходит и крупный судак, и крупная щука, потому что судак ее может скушать, эту чихонь, она достаточно прогонистая и жирная рыбка, это для них там лакомство какое-то, щука прям там вообще звереет. Мы один-единственный раз так вот на вятке попадал осенью на стаю чихони, когда вода там буквально кипит, да, а сбоку стаи там на каждом забросе ловятся трофейные судаки. Ну там трофейные для нашей вятки надо понимать, что там 5-7 килограмм, это уже очень трофейный судак. Он реально там клюет вот через заброс, ты ловишь их. Ну опять же повторюсь, что кто ловит сейчас судака, ребят, пожалуйста, отпускайте его, у нас его вообще очень мало становится в реке, к сожалению, и поэтому трофей там он должен жить. Ну да, продолжаем. Так, кроме вятки, что еще можем рассматривать сейчас? Сейчас будет очень интересная ловля. Да-да, продолжить. Очень интересная ловля на озерах. На озерах будет именно активизироваться щука. У нее там буквально сейчас такой период, прям отъедается она, период такой жора, потому что вся озерная рыба, да, нужно понимать, там кто, карась, там, да, вот все, он находится сейчас в анабиозе. И он очень-очень доступный, ну скажем так. В качестве пищи опять. Да, в качестве пищи он сейчас становится супер доступный, потому что он уже там не убегает, ничего, щука там прям жрет. Озер у нас, слава богу, в нашей, в Кирской области хватает их там огромное-огромное количество, но там, соответственно, на озерах вот в сегодняшнее время будет лучше работать не джик, а именно будет лучше работать воблеры и большие колеблющиеся блесны. Там нужна минимальная скорость проводки, минимальная скорость проводки, потому что, ну, чтобы мы могли имитировать именно ту кормовую базу. Реальную, которая в анабиозе находится. Которая в анабиозе, потому что если мы будем там сумасшедше крутить катушку и вести быстро блесну, но щука на нее не среагирует, это будет выбиваться там из рамок привычных ей подводных обитателей, она ее не будет кушать, а именно вот медленная-медленная проводка. И на озерах сейчас реально можно очень-очень хорошо отловиться. Единственное, что вот это уже буквально там, ну, по мне, вот неделя-полторы и все. Осталось буквально, да, еще? Вот именно для озерной ловли, вот для такой, да, река. На реку мы выезжаем вплоть до того, как там уже приезжаешь, уже за крайки льда стоят. Вот, не знаю, там шнур замерзает, на забросах там кольца постоянно промываешь от этого льда, но рыба клюет, то есть река живет по-другому, у нее там свои какие-то биологические часы, там рыба более активна за счет того, что там есть течение, постоянно что-то меняется, там она более активная. В озерах, к сожалению, затухнет, но вот сейчас и такое золотое время. Если хочется поймать хорошую трофейную рыбу, да, можно поехать на озеро, взять там крупные колебалки, воблеры какие-то, да. И, ну, опять же, мы на озерах ловим уже не в прибрежной полосе, то есть не по границе там каких-то травы, кувшинок или еще что-то, мы находим самое глубокое место, и, как правило, вот по этим бровкам, да, вот по входе на выходе вот в этой яме будет стоять хорошая крупная хищная рыба. Вот. Ну и, к сожалению, закончился уже сезон ловли спиннингом белой рыбы, то есть там галавль, ясь, жерех, они уже практически не попадаются, да, очень-очень редко там в прилове, вот, и спиннингисты, соответственно, все свое внимание, все свое время сейчас уделяют именно щуке и судаку. Поэтому на вятку стоит точно ехать, на вятке сейчас начала подниматься вода, а это огромный плюс, потому что в этом году ее было очень-очень мало. Да, уровень воды был ниже. Уровень воды был там очень маленький, сейчас он начинает подниматься, соответственно, но что такое подъем воды на реке? Когда поднимается вода, она смывает с берега все, что там есть, то есть вот весь этот мусор, да, она начинает смывать каких-то там оставшихся жучков, паучков, червячков. Опять же, кормовая база для... Кормовая база для мелкой рыбы. Вот, течение увеличивается, соответственно, хищник встает в засады, то есть если он летом там был рассредоточен, то сейчас он четко будет стоять там в ямке, в засадке, все. Ему смывает, вернее, мелкой рыбе смывает этих жучков, она за ним приходит, хищник ест его, вот там цепочка, она такая прям прослеживается. Соответственно, сейчас будут очень классно работать ямы, и очень классно будут работать различные впадения маленьких речек, ручьев, потому что подъем воды... То есть как раз нужно внимание особое, да, уделять? Да-да-да, то есть вот он провоцирует как раз с этих маленьких речек выходит вся вот эта муть, да, и если... И, кстати, будет очень хорошо, вот несколько раз лично попадал на такую осеннюю рыбалку замечательную, проходит сильный дождь. Приезжаешь на реку, например, на следующий день, там, после ливня, вот, день лила, думаешь, ну, вот, блин, сейчас вода помутнеет, там, еще что-то. В Вятке вода так быстро помутнеть не может, но маленькие речки мутнеют мгновенно. И вот находишь устье маленькой речки или ручья, и встаешь прямо в границу, вот есть граница, вот мутная вода течет, и светлая, вот ее видно. Все, кидай в границу, сто процентов будет клевать. Проверено уже, не знаю, там, сотни раз. А по времени рыбалки? Утро, день, вечер? Сейчас все сдвигается, сейчас самый результативный клев, это, грубо говоря, там, с 10 утра до, там, 2 часов дня, там, до 3. Примерно обеденное время в человеческом понимании. Средина дня. И чем комфортно, по крайней мере, для меня, например, осенняя рыбалка, это тем, что можно... Вставать рано не надо. День короткий, соответственно, на базу приезжаешь уже, там, в 5 часов уже темно, у тебя есть спокойное время, там, поужинать, да, подготовить снасти к следующему дню, ложишься спать, встаешь, там, в 5 утра, то есть времени хватает выспаться, ловишь абсолютно спокойненько, не жарко на реке, да, там, там, дождик может идти, но сейчас современная экипировка, да, ну, я думаю, что в одной из передач мы... Обязательно затронем, да. Затронем эту тему, поговорим об экипировке, которая нужна на рыбалке. Она позволяет абсолютно спокойно там находиться 10 часов, там, даже под каким-то дождиком и чувствовать себя абсолютно комфортно. Ну, вот для меня осенняя рыбалка, как и для многих рыболовов, я думаю, что она такая. Очень-очень они ее ждут. А мелкие реки? Ну, более мелкие, чем Вятка сейчас. Про озера поговорили? Хорошо, понятно, да. Мелкие реки, к сожалению, точно так же, как и озера, на них сезон заканчивается намного раньше. Намного раньше, то есть там рыба встает в такой анабиоз. На них можно ловить, но, как правило, если трофей, то... Ничего существенного такого вряд ли, наверное, попадется. Ну, в общем-то, да, охватили весь спектр таких водоемов, которые есть у нас в Кировской области. Нет, ну, безусловно, ваша поездка на Печору, это, да, это, конечно, изюминка сегодняшней беседы. Да еще раз напомню, что мы регулярно в наших программах собираемся разыгрывать всевозможные призы, полезные штуки для рыболов, приманки, насадки для того, чтобы вы смогли это все опробовать. Ну, я думаю, что с Василием мы будем продолжать активно наше общение. Тем много, тем рыбалки благодатна. И, в общем-то, несмотря на то, что зима у нас на носу, скучно может и не быть. И не будет. Не будет. Однозначно, потому что о рыбалке можно говорить сколько угодно. Спасибо большое. На этом первый выпуск программы «Трофей и рыбалка» завершен. Василий Мамонов, профессиональный рыбак, эксперт компании «Арсенал». Я еще раз благодарю партнеров нашей передачи, генеральный партнер компании «Движение нефтепродукт» и компании «МТС». Всего доброго. До встречи. Всего доброго. Трофей «Рыбалка» Редактор субтитров А.Семкин